Какова готовность базы рульей с приемом граждан? У нас каждый год опаздывает подъемник, начиная в феврале только работать. По подъемнику у нас проблема всегда заключается в одном, что на момент, когда нам запускать верноложную ленту, значит, соответственно, погода не позволяет делать закачку из реки Болган. Соответственно, в результате этого не получается запускать оснежитель. Поэтому немного позже, когда подвода укладывается в норму, запускается оснежитель. Я не понимаю, почему погода не позволяет вам закачку при центральной трассе у вас? У вас центральное идет водоснабжение снизу с Волги. Что мешает? С Волги, да. В следующий год планируем делать модернизацию этой системы. Так как припой и пил, внимание, труба стоит, забивается, чтобы у нас не забивала вся система, ждут, пока завернутся в санте. Правильно? Да. Чтобы этого избежать, так как в этом году их не успели сел, а на следующий год мы их предусматривали, чтобы увеличить протяженность трубы, чтобы у нас не был запроса пилы. То есть три года одно и то же, да? Не знаю, что у нас черновая труба, которую надо, в принципе, менять на пластиковую, и тогда это правда не больше. Ну, насколько я помню, это трубу еще Роберт Витальевич Майсеев сделал. Да. Да, сколько Роберта Витальевича нет уже на месте? По годам давайте вспомним. Я даже вот не скажу. Понятно, но это требует больших работ. На данный момент на базе ТВС очень много работ было произведено, и там не по отомблению, и по пиловке, и по траве, и там все прочее. Ну, если, если, слушайте, спортсмены, пилы, очень большие отзывы идут в хорошую сторону, именно по изменениям по войскому рейсу. Ну, да, вот он, наконечник, вот там, внизу. Получается, отсюда, наверное, забор идет помпой, рукавом. То есть, какого льда они ждут, и чего, зачем, непонятно. То есть, вот она лестница. На тетрайдеры опирается. И туда, вот, получается, забор. Отсюда соединяется пожарным рукавом с этой стальной трубой. По ней идет уже наверх, к насосной. Ну, и вот оттуда, то есть, где забор, вот она, эта труба. Вот она идет. Какой пластик там, я не знаю. Господин Варановский нашел. Непонятно, здесь понятно, что на давление труба рассчитана. Эту пластиковую трубу он собрался там менять, непонятно. Это вот о чем говорит, что люди не знают свое хозяйство. Говорят со слов кого-то что-то и докладывают в главе. И глава за ним повторяет то же самое. Вот она, эта труба. Я так понимаю, где-то насосная. Либо вот эта повышающая. И вон труба, эта пошла наверх. Вон она. А вот он, корень всего зла. Как привезли с альпийских Альп. Так все стоит. Никто ничего не делал. Зато сегодня начальник отдела по спорту нам сказал, говорит, что вы хорошие не снимаете, что вы все плохое снимаете. Он просто хороший не видит, наверное. Воспринимает только касательно его плохое. Да, вот она насоска. Получается, отсюда вот она труба идет. Вот она. Вот она. Видите, в кустах? Сейчас я покажу ей поближе. Тоже, наверное, это сантехническое. Канализационное. Вот в оплетке. Это металлическая труба. Которая уходит вот туда наверх. Вместе с параллельно, с подъемником. О каких там пластиковых трубах здесь речь идет, непонятно. И как там забор не осуществить. Если выход к воде там есть. Мостки как бы есть. Заглубления достаточные. Там, я так понимаю, прокидываться рукавом пожарным до этой трубы. Там муфта, соответственно. И все. Здесь забор, а здесь повышающая насосная уже до... Для того, чтобы воду поднять наверх. Как нам говорят, что тут... То есть, соответственно, наверху там до 20 атмосфер давления. О каких пластиковых трубах выдержат это все. 20 атмосфер. Неизвестно. Мы подняли снизу в горку. То еще удовольствие. Там бросать курить. И вот продолжение темы. Говорят, что не снимаете хорошее. А что хорошего? Вот рестораны для веес. Скоро дырки насквозь туда будут. Давайте обойдем с той стороны. Что сделано за все это время? Рус-Гидро он деревянной беседке подарил? Нет. Ничего хорошего. Такое ощущение, что мы живем на останках какой-то великой цивилизации. Ну, вот здесь что хорошее. Вот все хорошее. Я говорю, вот здесь сколько лет. Вот это вот мероприятие. Если это мокнет, смотрите, вот уже. Кирпича нет. Скоро дырк. Вот в ресторацию будет. Вот тоже. Ну, кладка все обваливается. Где тут хозяин вообще? Есть, нет? Все разваливается. Снимайте хорошее. Вот из хорошего. Щечка у меня розовая, как я. Без культуры не занимаюсь. Из хорошего, я говорю, смотрите. Вот это место, Дельвейс. Нам природа. Хоть это Вольский район, но база Балаковская. Люди здесь построили когда-то. Здание, вон, прокат. Там еще одно здание. Дорожки. Асфальт проложили. Никто ничего за все это время здесь не поменял. То есть тогда ты еще работал при старой власти. И вот это уникальное место. И уже и подъемники есть привезли. Можно создать конкуренцию. Пусть небольшую, но Хвалынскую. Можно создать конкуренцию. Многие люди будут сюда ездить. В Волынский фиг проедешь. Мест нет. Толпа. Да и ценничек другой. А здесь можно заниматься. Соревнования проводить. Но кому это надо? Нашему отделу по спорту. Начальники меняются. Столка никакого. Одни сертификат какой-то искали на подъемник. Не могут продлить, сделать. Потому что летом не чесали пузо. Потом люди у них уволились. Они почему уволились? Потому что они с вами работают не могут. Теперь вот какая-то пластиковую трубу надо поменять. И ждем льда, чтобы выйти на воду. Оказывается, не надо никакого льда. Так что вот зона ответственности. Чиновничего аппарата. А тех людей, кто здесь реально что-то знал. Тот же попутник. Всех поуволили. Которые на скеле своем все это вытаскивали. Вот и получаете уникальное место на бездарное управление.